Архангельск, Северодвинск, Вельский район, Котлас и Коряжма. Пять муниципальных образований Поморья объединились, чтобы научиться слышать сердцем. Так называется проект активистов региональной организации Всероссийского общества глухих, открыть которой доверено Коряжме. В нашем городе мероприятия стартовали с урока жестового языка. И зря волновались организаторы. Желающих освоить его оказалось непривычно много для одной группы. У каждого ученика своя причина прийти на курсы. Я сюда пришла, чтобы научиться жестовому языку. Меня это привело сюда, потому что мне захотелось, чтобы, если я кому-то что-то хотела сказать, чтобы соседи, кто глухой, поняли. А есть такие, да? Ну, соседи со второго этажа. Меня не так давно подруга потеряла слух в аварии. Но она такой оптимист, конечно, как и я, то есть не отчаивается совершенно. Но она сейчас в Питере, то есть она там этому учится. А я тоже, так как хочу с ней продолжать общаться, вот, я решила тоже походить сюда. Две цели я преследую. Во-первых, это нужно для моей работы, потому что я работаю в Центре социального обслуживания населения, в нашем КЦСО, и к нам могут обращаться такие люди. Но, во-вторых, в нашей семье есть такая проблема. У нас есть родственники, у которых нарушен слух. И поэтому разговаривать с ними можно только вот, владея жестовым языком. Русский жестовый язык специфичный. Например, в Европе его не поймут. Зато на нем можно объясниться с жителями стран СНГ, а также в Израиле или, скажем, в Болгарии. А начинать обучение нужно обязательно с речевой гимнастики и разминки пальцев. Их непривычное сложение требуется для обозначения некоторых букв. Сегодня есть различные помощники. Специальные пружинки и шары. Со всеми тонкостями российской дактильной азбуки коряжмцы познакомятся во время спецкурса. Его ведет Лариса Лепкасова, профессиональный сурдопереводчик из Котласа. По совместительству, председатель Котласского общества глухих. Жестовый язык не учила специально. Жестовым языком владела как раз с детства, когда смотрела на родителей, когда они общались между собой и голосом, и жестом. Естественно, для работы сурдопереводчиком обучалась профессионально, профессиональным жестом, более правильным жестом. Она обучалась в Санкт-Петербурге, для этого получила квалификацию по организации сурдокоммуникации. И сейчас уже работаем вместе со своей сестрой, нашей семейной командой в городе Котласе, в обществе глухих. Программа обучения рассчитана на 30 часов. Ее особенность – минимум теории, максимум практики. Если ученики проявят терпение и будут прилежно выполнять домашние задания, то к концу обучающей программы они смогут стать участниками инклюзивного мероприятия областного уровня. 30 сентября на базе МКЦ «Родина» при поддержке благотворительного фонда «Элимгарант» пройдет фестиваль жестового пения «Поющие в тишине». Но не только это войдет в программу коряжемских мероприятий проекта «Слышим сердцем». В рамках этого проекта у нас пройдет много мероприятий, они уже идут. Это и мастер-классы по хореографии, он проводит Прозоровский Артем Александрович. Это и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Это и для нас проводят и сотрудники Дома детского творчества, и сотрудники молодежного центра «Родина». Символично, что большой праздник с участием самодеятельных артистов пройдет в Коряжме в Международный день глухих. Далее эстафету подхватят другие муниципальные образования, принимающие участие в проекте. Масса интересных и полезных мероприятий пройдет не только в текущем году. Финальная точка проекта «Слышим сердцем» будет поставлена в Архангельске осенью 2019 года.